Недельная глава Бо Недельная глава Бо Недельная глава Бо Последние три удара на Египет Казин первенца Выход евреев из Египта И это первая глава В которой есть Много законов Торы Первая глава Во имя Адиноя Мейшес Калбок Мейшес Приходи к фараону Почему Я сделал тяжелым его сердце И сердце его рабов Для чего Чтобы делать Вот эти знамения Эти Внутри него Если фараон Согласится выпустить То нет смысла Привозить на него наказание Так Бог специально сделал Твердым сердце фараона Что он не выпускал Чтобы привести на него эти наказания Если спросят То за что же его наказывать Если у него У фараона Забрали свободу выбора А? Очень просто Его наказывают За прошлое преступление А для чего А для чего знамения эти Он меня сделал в них И что будет И поэтому И из этого Вы и даты Будете знать Сколько они Один иной Что я Бог То есть Бог Специально Хотел привести Эти удары на Египет Чудеса Чтобы евреи Почувствовали Величие Бога Знали что есть Бог Что Есть Наблюдение Бога Над миром Знать Величие Бога Вы будете знать Что я Бог И для этого Даже когда фараон Естественно Быстрогласился Выпустить Бог сделал твердым Его сердце И Он не выпускал Если спрашивают За что его наказывают У него забирают Свобода выбора Его наказывают За прошлое преступление Как он мучил еврея У него были Было предостаточно Прошлое преступление По простому пшату Так можно учить Рамбам так учат Что Бог забрал У фараона Свобода выбора И его наказывают За прошлое преступление А я видел Другой путь Без агиви Это говорит Ясным языком И мне кажется Что это один из путей У Рамбана Что Бог Фараона Вообще-то По большому счету Свобода выбора Не забрал Не забрал Скажите Скажите Фараон Действительно Очень хотел Выпустить евреев Как вы думаете Внутреннее желание У него было Выпустить евреев Никакого желания Он не хотел Не хотел Не желал Упрямился Не желал выпускать Ну что Тяжесть ударов Тяжесть наказаний Которые Бог привел На Египет Заставляет Разумного Руководителя Страны Уступить Из-за тяжести ударов Но фараон сам Как говорится Спал и видел И хотел Выпускать евреев Нет Никаким образом Но просто Из-за тяжести ударов Он был готов Уступить И выпустить Евреев Что же Бог сделал Бог сделал Чтобы Он Не так уж Чувствовал Тяжести ударов Хотите Пример Чем это можно сравнить Давайте Перенесемся Век Когда были Рабы И господа Господин Приказывает Рабу Сделать То-то То-то А Раб Не хочет Выполнить Приказ Господина Ну Что Господин Делает Что Хозяин Делает У него Есть Такой Работник Который Умеет Говорить С рабами На Понятным Им И всем людям Языком У него есть Хорошая Плетка И он начинает С ним беседовать С этой плеткой Пока Раб понимает Что Приказы Господина Надо слушать Теперь скажите Кого Раб Слушает Господина Или Плетку Плетку А теперь Добавим Еще Еще Что-то Перед тем Как Спец Помощник Господина Должен Говорить С рабом Пришла Добрая Медсестра И Сделала ему Обезболивающее Укол Обезболивания Тот Работник Работает С рабом Беседует С рабом Беседует Работает Плеткой Бестолку Он Он Не чувствует Болей И он Не слушает Не подчиняется Господину Скажите Медсестра Заставила Раба Не слушать Господина Или Не заставила Как вы думаете Она Ничего не заставляет Раба Не слушать Она Только Снимает С него Ощущение Боли От удара А Ты хочешь слушать Хозяина Пожалуйста Слушай Не хочешь слушать Не слушай Так бы Боль ударов Заставила бы Раба подчиниться А так Укол Обезболивающего Снимает Ощущение боли Можно сказать Что что то подобное Было и у фараона Фараон Только спал И видел Что он хочет Выпустить еврея Нет Он ни в коем Оборотом не хотел Выпустить евреев Но из-за тяжести Ударов Как Любой Руководитель Страны Видит Необходимость Подчиниться Что же Бог сделал Что значит Бог сделал Тяжелым его сердцем Он его совершенно Не заставил Можно так учить Он ничем Его не заставил Фараона Но он Сделал его сердце Чтобы он Не ощущал В полной мере Насколько Эти удары Разрушают Его страну Ну Так Пришла Саранчо Ну так Пришла Ну так что Переживем Он не чувствует В должной мере Тяжести ударов Которые пришли На его страну А выпускать еврея Хочешь Выпускай Не хочешь Не выпускай По сути Бог Не забрал У него Свобода Выбора Он только Снял Реальную Силу Ударов Которые Пришли На Египет А после этого Хочешь Выпускай Не хочешь Не выпускать Боевые Мещевые Арын Аупары Пришли Мещевые Арын К фараону Боевые Которые Сказали Ему Так Говорит Бог Бог Евреев Но Каких пор Ты не хочешь Согнуться Передо мной Отпусти Мой народ И пусть Они мне Служат Ки Потому что Ты не хочешь Отпускать Мой народ И Я привожу Завтра Арбе Саранчу В твоих Границах То есть Под всему Египту Покроет Вид Страны Не сможет Видеть землю В В В В Камена Соде Которая Растет У вас Из Поля Я понимаю Не Деревья Зелень Деревья Останут Зелень Деревья Листья У А До 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 Сего Дня Деревья Повернулся И вышел От фараона Не услышав Ответа Фараона Для чего? Хотел оставить Фараона Со своими придворными Чтобы они Между собой Обсудили Вне присутствии Моше Дал им такую возможность Вышел Не ждав Ответа Ваимру Авдеев Фараонов Скали Рабы Фараонов К нему До каких пор Этот будет нам Капканом Это капкан Ложат капкан сыр И ловят Так и тут Из-за Евреев Народ Страна Должна страдать Шалах Эзе Отпусти Людей Пусть служит Бога Бога Ты еще не знаешь Что Египет Пропадает Ваюшов Было Возвращено Моше Арон Их Фараонов Скажи им Идите Служите Богу Вашему Богу Миво Ми Хахилхим Кто Идет Теперь Он стал Вести Переговоры Кто Пойдет Идите Служите Но кто Моим Миша Сказал Миша Пусть Бог Пусть Вас И ваших Детей Детей Нет Взрослые Да Детей Нет То есть Взрослые Служат Богу Ну А дети Нет Это я не позволю Ру Смотрите Тот зло Что вы хотите Мне сделать Это Вернется На вас Вы хотите Убежать Поэтому Вы хотите Уйти Все А я не позволю Вам выйти Не так Пусть пойдут Только Мужчины Служите Богу Богу Это же Вы просили Вы просили Служить Кто Служит Ну Взрослые Мужчины Вайгорыщ Эйцом Прогнал их Моистные фары От фараона Я вспоминаю В синагогах В бывшем Советском Союзе Когда приходили Взрослые То те Которые там Смотрели Смотрели Все было нормально Но когда Приходили дети Тут уже Что это такое Почему дети Приходят Та же линия Фараона Что это такое Дети Нет Ваим Одиной Он Прости твою руку На землю Египетскую Бабы Саранчой Вия Он Поднимется На землю Египетскую Съесть Все Травы Земли И за школу Ищи Работ Все Что оставил Гад Мой Мед Распостер Свою Жезлу На землю Египетскую Водиной Абок Вел восточный ветер В стране Весь день Тот и всю ночь Хабейкер Не будет Рамбан Рамбан На земле Представляете сколько саранчей было Воехал Съел Всю Траву Земли Вейскал Все плоды Дерево Что оставил Град Не осталось Никакой зелени Не боится Ни в деревьях И в травах Поля И в траве Поля Во всей Земле Вы видите Тут написано Не осталось Никакой зелени На деревьях Я видел Фотографии Около 100 лет назад То же место До прихода Саранчи И после Нашествия Саранчи Так было Покрыто Зеленью Листь Зелень На деревьях А так Го Ветки Есть Остались Но Все остальное Го Воймая Пары Поторопился Фараон Ликли Позвать Мошеяруна Воймая Сказал Хотоси Я согрешил Перед Богом Вашим Богом И перед вами Что он так Испугался Саранча Уже все поела Я думаю Что он боялся Что У них Остались Амбары Он боялся Что еще немножко Саранча Залезет в амбары И все Переест И они умрут Голодные Смертью Он поторопился Позвать Мошеяруна Сказал Я согрешил Прости мой грех Только этот раз Простите Бога Вашего Бога Пусть он уберет От меня Только эту смерть Офис Петер Вышел От фараона И молился У фараона Он не хотел Молиться Там были Идолы Это не хорошее место Для молитвы Поэтому он вышел из дома фараона. Повернул бок Руах Йом, западный ветер. Хозок очень сильный. Понес саранчу, бросил его в Ямцу. Не осталось ни одной саранчи. По всей границе Египта. Раши приводят медраж, что они посолили саранчу. Большие собирали их, салили в бочках. Тут вдруг вся саранча улетела. Даже та, которую салили. Так, естественно, фараон бы выпустил. Но, в хозяйке Одину Исреев Пари, Бог укрепил сердце фараона, «Верешила хозяина Исраил и не отпустил сынов Исраиля». «Ваим, адиноел Мэйшес, халбок Мэйшес». «На ты, Йодха, опаси твою руку, ага шумаем, к небу». «Ви Хэйшел» будет темнота, ага раз мы троим, на земле египетской. «Ви Йо Мэйш Хэйшел». Можно перевести «Затемнит темнота». То есть, это была густая темнота. «Ваим, адиноел Мэйшес, халбок Мэйшо, ага шумаем, распластер Мэйшес свою руку к небу». «Ваи было хэйшэха филла темнота, ага раз мы троим, по всей земле египетской, шхэйшес, йомим три дня». «Гайроу и ша сохим». «Не видели один другого». «Ваиком и шмитахтал». «Не встали человек из-под себя». «Шхэйшес, йомим три дня». Раша говорит, что были три дня. Так темнота не очень густая, а потом была еще более сильная темнота, что не могли вставать три дня. Ухов на Исрою, а всех сынов Израиля, ой, эрвам и швейсам, был свет, где они проживали. Получается, параши три, еще три, сколько? Шесть дней темноты. Эбенезр говорит, не, вот, подается вопрос, в темноте можно зажечь свечку. Почему они не вставали с места? Так есть туман. Бывает не просто темнота, это был как туман. И, по-видимому, в те дни, что они не могли вставать, это туман, который давил, не могли вставать. Как они были, как темнота их застала, так они и остались. Идите, слушайте Богу. Ваш мелкий скот и крупный скот будут оставлены. Так же ваши дети пойдут с вами. Видите, он уже идет на дальнейшие уступки. Перед царанчоем он сказал, пошли, но нет, чтобы вы вышли. Но нет, дети. Сейчас он говорит, дети тоже. Но скот оставьте. Ты тоже дашь наши руки жертвы. И так же наш скот пойдет с нами. От него мы возьмем служить Богу нашему Богу. Мы же не знаем, сколько жертв надо будет принести. Поэтому, на всякий случай, возьмем с собой весь скот. Мы не знаем, сколько жертв мы будем приносить. И опять ваихазы, когда иной, если в пары. Бог укрепил сердце фараона, было обоих шаухом. И он не захотел их отпустить. Ваиме, гайфары, гайхмио, гуй. Кангул фараон, иди от меня. Еще, меоха, остерегайся. Алтайся в раис понай. Что ты больше не видел мое лицо. Ки потому, что ваим раис хо фонай, когда в день ты видишь мое лицо, Томус, ты умрешь. Я больше не буду видеть твое лицо. Я к тебе на аудиенцию не приду. Дальше, Мошейму скажет, твои рабы придут ко мне. В действительности, не твои рабы. А сам фараон прибежал. Но это есть минимальные рамки уважения к царю. Так Мошей сказал, так ты говорил, больше я не приду к тебе. Так для этого Бог говорил с Мошей там, где он находился у фараона. Обычно пророчество в каком-то хорошем месте, у реки, в тихом месте. А тут, ради слов Мошей, Бог говорил с ним в доме фараона. То есть, чтобы вы планили слова Мошей. Сказал Бога, еще одно наказание, я приведу на фараона и на Египет. Он отпустит вас отсюда. Когда он отпустит, коло полностью, окончательно, горечь и горечь, выгонит вас отсюда. То есть, он отпустит полностью, и скот тоже. Говори, пожалуйста, в ушах народа. Пусть попросит Ишма Исраил, один от товарища. Кто это товарищ? Соседи египтяне, товарищи. Слушайте, какие товарищи. Человек от твоего товарища. Вы еще. А женщина Мейсруса от ее подруги, египтянки. Я выхожу, да, не серебряный, какой-то предмет золотой. Бог дал симпатию народа بين Митроим, Газах Египта. Гамо Иш Мейша, тоже человек Мейша. Годум Эйд, очень велик. Берец Митроим, земли египетской. Бени Авдей Фарей, у Бени Оум. В Газах раба фараона и в Газах народа. Интересно. Раби Асимха в своем комментарии на Торо тут пишет интересно. Он говорит так. Что есть люди, которых их известность и уважение начинается с уважаемых людей, понимающих, высокопоставленных. Так, тут написано про Мейша так. Вначале в Газах рабов фараона, а потом в Газах всего народа. То есть он говорит это противоположное. Есть такие люди, их известность начинается в какие-то простонародья, какие-то сглот, что-то, и потом он становится известно. Это настоящий путь в Газах уважаемых людей, и потом в Газах простого народа. Мейма Мейша сказал Мейша, кей омар одиной. Так говорит Бог. При разделении ночи, они ецейбе всех Митроим. Я выхожу внутри Египта. Умрут те первенцы Вера с Митроим, земли египетской. Мепхэй парэя и шивау кисей. От первенца фараона, который сидит на его престоле. От Пхэй Рашивхо до первенца рабыни. Ашер Ахару Райхоим, который за мельницей. От верхнего до нижнего. Вэхэй у пхэр бэхэйма. И все первенцы скота. Вэхойсо цоокок дэйго бхолэра с Митроим. Будет великий крик под всей земли египетской. Ашер Комею Лэниосо. Подобного не было. Вэхомею Лэйсэй Сифы. Подобного не будет. Почему таки? Очень просто. Были великие трагедии. Как целые города погибали. Допустим враги их занимали. Или как Помпея, которая погрузилась. Но тогда некому оплакивать. А тут такое положение. Что в каждой семье умер самый важный. Обычно первый не был самым важным в семье. Самым уважаемым. И в каждой семье осталось кому оплакивать. А самый важный в семье умер. И есть кому оплакивать. Такого не было и не будет. Собака не будет точить свой язык. От человека и до скотины. Что вы знали? А что я в ходе, но и Бог разделяет. Бе Митраем и Венесраил. Между Египтом и между Израилем. Бог разделяет. У египтян такая страшная трагедия. В каждой семье умирает первенец. А иногда несколько в семье. Не было первенца, умирал старший дома. Папа сказал, говорю, почему именно первенцы. Потому что они больше всего мучили и угнетали евреев. Самое простое, как написано. Написано же, ты не отпускаешь моего первенца. Так Моша говорил фараону. Я убиваю твоего первенца. Не только твоего лично. Всего Египта. Вы помните, что я вам говорил. Почему евреи называются первенцами? И что это за претензия? Выпустим, пускай мы его первенца. Призвание еврейского народа вещать и сообщать по всему миру о Боге. А как первенец делает своего папу папой, так еврейский народ сообщает по всему миру о Боге. А вы, египтяне, мешаете еврейскому народу выполнять свою функцию в этом мире. Так вы не позволяете моему первенцу, который вещает по всему миру о Боге, выйти и выполнять свою миссию. Погибнут ваши первенцы. Спустятся все твои рабы эти ко мне, поклонятся мне, говоря, и весь народ, который за твоими ногами, потом я выйду. Только потом я выйду. Воейцами им пары вышла от фараона, Бог рев с горением неба. Он ему сказал, не смей больше, приходись ко мне. Так, тут написано, спустятся все твои рабы. А что в действительности было? Кто пришел к Моше? Сам фараон. Но к царю не говорят, ты придешь и покончишься. Есть минимум эти правила поведения, как говорят к царю. Вы знаете, что в этом предложении есть по началам букв, это знаете, кто тут, намек на кого? Рамбам. Рэвэйс Мэйвсай, Рээжмэм, Бэээрэс Митсоэм, Бэйсмэм, в земле египетской. Рамбам. И это не случайно. Рамбам, основные его книги были написаны в Египте. Рэвэйс Мэйвсай, в земле египетской. У Мэйшэвэгарэй, на Моше и Аарона все сделали, сколько мы все моих, все эти чудеса, лифнейфары, перед фараоном. Паиха за икадин, Рэвэйс Мэйвсай, и в пары Бог укрепил сердце фараона, в Гэйшэлахэзмэй, Иссоэлмэй, и арцы, и не отпустил сынов в Израиле своей страны. Я уже упомянул два объяснения. Или буквально забрал у фараона свободу выбора и наказывал его за прошлое преступление, или не то, что забрал свободу выбора, не дал ему почувствовать всей тяжести и боли ударов. А дальше хочет выпускать по своему желанию, пожалуйста. А фараон совсем не горел желанием выпускать. Если он не чувствовал боли ударов, он не выпускал. Тут идет первая глава, в которой есть много заповедей. В земле египетской говоря, «Ахейдеш азе лохэм риш хадошин». Это месяц у вас первый из месяцев. Ришин у лохэм первый у вас выходший ашону из месяцев года. «Добру говорите около аддаски слою, как всеобщие израиля, леймер говоря, «Беосэр лохэйдеш азе». Десятый день этого месяца «Виник холэм, пусть возьмут себе ищет человек целый совесть». Барашка, козлика по дому отца целый бой есть. Барашек, козлик на дом. «Виим, немат аба, эсмейсмесэ». Дом будет мал для этого для барашка, козлика. Они не смогут всего съесть. Они же ели только немножко от него. Волково возьмет он у шхэйный соседа корэбол-бэйсэ, близкий к его дому, по количеству душ. Человек по еде своей, то насчитываетесь, а на все, а на все. Ну, обычно на барашекозле было, я знаю, 20 людей. И Песох всегда ели, когда была пасхальная жертва, ели. Песох, возможно, есть только в одной группе, есть вместе. Обычно было много на пасхальный вечер. Около 20 человек скажут. Все сами, все сами, полноценный зохор, самец, беншона, до года. И Елахем будет вам, меня квосим, у миноизим, ты кохо, от баранчиков и от козликов берите. Смотрите, по размеру, сколько мяса там могли быть различные. Во-первых, барашки разные, козлики разные, а во-вторых, можно было взять до года. Так это может быть месяц, когда ему месяц, может быть 3, может быть 5, а может быть 11. Так, а интересно, а почему? В чем содержание, что Песох в Египте надо, все должны были покупать, приобретать 10. Почему? Знаете, почему? В Египте была святая овца и святая коза, как в Индии святая корова. А еврейский народ должен был продемонстрировать, что они не считаются с идолами Египта. И они приносят их в жертву. Так когда все покупают в один день, это как демонстрация. Поэтому вот в Египте, Песох в Египте должны были купить именно 10. Будет вам на сохранение. До 14 дня этого месяца. В Египте будут резать все общины Израиля между вечерами, между полуднем и заходом солнца. Потому что после полудня уже солнце конец к западу, к закату. И есть заход солнца. От полудня до захода солнца. Возьмут от крови, выносно дадут, помажут на два косяка, на ромашке и на притоку. А работим на домах, а что ехо и Сибагем, что будут есть его в них. И это будет им охрана, чтобы они были сохранены, чтобы никто не умер. Будут есть это мясо в эту ночь. Сли-эй, жареное на огне. То есть на открытом огне. Умацис аумририм. И мацот. То есть мацот это когда замешивают муку с водой. И сразу же выпекают. Она не скисает. Мацот аумрорим с горькими травами. Еху елево. То есть едят кусочек мяса, отжаренного на открытом огне Песах. И едят мацот. И едят горькие травы. В Талмуде приводится, что есть пять видов этих горьких трав. Не едите из него недожареным. Или в вареной воде. Только жареное на открытом огне. Голова на коленях и на внутренностях. То есть пасхальное жарство должно быть неразрезанным. Целиком жарьте. Я слышал потом в видео. И очень интересный комментарий на это. В чем смысл вот этих деталей? Как надо его жарить? В чем смысл этого? Скинимый Болея Тософот приводит от имени Эвенезра. Что смысл этого было? И чтобы евреи проявили большую самоотверженность. В том, что они публично приносят пасхальную жертву. И не считаются с реакцией египтян вообще. А в этом была большая опасность. В середине прошлой главы. Когда было нашествие зверей. И фараон прибежал. Фараон позвал Моше. И фараон позвал Моше. И что он сказал им? Идите. Приносите жертвы. Да. Но тут в стране. Что ему Моше на это ответил? А это невозможно так сделать. Так не поступают. Идолы Египта мы будем приносить нашему Богу? Мы будем приносить идолы, которыми египтяне. Поклоняются и считают их идолами. И они нас не забросают камнями. То есть ожидалась очень острая реакция. Вспышка народного гнева. Я слышал от набора иерусалимского еврея оригинальное замечание. С кем говорил Моше? Фараон. Кто хозяин над армией, над полицией, милицией, над всем? Кто? Фараон. Моше ему говорит, мы не можем приносить тут в стране, потому что это их идол. И мы надругаемся над их идолами, они нас бросают камнями, это опасно. И фараон вынужден был, и фараон согласился с Моше. А почему он согласился? Он мог сказать так. Послушай, Моше, пусть принесут тут в стране, как я говорил. А я пошлю армию, милицию, и моя милиция меня бережет. А фараон это сказал или нет? Нет. А почему? Он не додумался? Нет. Очень просто. Когда вспышка народного гнева, то никакая армия, никакая полиция, ничего не помогает. Вы видели тут с нашими двоюродными братьями, когда вспышка гнева, видели? Ожидалась такая вспышка гнева. И, как говорят, народная милиция и народная армия переходят на сторону народа, идут за народом. Такая вспышка гнева ожидалась. А евреи должны были не считаться со всем этим и приносить жертву. И с этим связаны детали законов, как надо его жарить. Когда мы проходили по улице и ощущали запах шаширка. Чувствительный запах. Теперь-то, когда выходит запах? Когда мясо немножко начинает засыхать. Когда мясо сырое, еще нет такого запаха. Так было желание. Многие евреи жили среди египтян. И боялись тяжелой, острой реакции. И египтяне ворвутся, бросают камнями, будут нападать, избивать. Я не знаю, что. Что? Забросать камни и так далее. Так они хотели, знаете что? Пожарю немножко. Но пока мясо еще такое полусырое, что нет такого запаха. Нет. И тогда никто не заметит. Но не едите недожаренное. Должно быть жареное так, как надо. Хорошо, знаете что? Сварим в воде. Во-первых, когда варишь, нет такого запаха, как шашлык. Правильно? Во-вторых, закрыто в кастрюле крышкой. Кто видит, что там. Нет, в вареной воде нельзя. Ну, хорошо. У меня есть другая идея. У кого-то могла появиться такая идея. Он раздержит на маленькие кусочки. И когда египтяне пронюхают запах, ворвутся в дом еврея. Ты моего идола? Как ты смеешь? Он говорит, что ты хочешь? Это теленок. Это олень. Что ты хочешь от меня? Нет. Такого выхода тоже не было. Надо было жарить целиком. Значит, надо, во-первых, жарить полностью. И определенно будет запах. А разрезать на куски тоже нельзя. Когда египтянин ворвется, понюхав запах, он увидит, что жарит. А евреи должны были не считаться с этим и принести пасхальную жертву. Это была великая самоотверженность наших отцов. Что они это сделали. Ну, вторая заслуга, что Маше сказал, принести пасхальную жертву, может только человек, который сделал обрезание. Так они в тот же день и сделали обрезание, и принести пасхальную жертву. И это была их заслуга при выходе. Медраж говорит, что еврейского народа не было заслуг. Так Бог им попросил заслуги, которые были, обе заслуги были с большой самоотверженностью. Делать обрезание и принести пасхальную жертву. Принести пасхальную жертву. Обрезание, понятно, в взрослом возрасте это непросто. И тогда не были методы анестезии, как сейчас, и все, обезболивание и так далее, и так далее. Какие-то травы были, какие-то настойки были, но это было совсем непросто. Была большая самоотверженность сделать обрезание. И еще большая самоотверженность принести пасхальную жертву и не считаться с реакцией египтян. И в заслугу этого евреи вышли. Я думаю, что тут можно сказать и глубже. Во-первых, это, конечно, заслуга, это понятно. Но кроме того, чтобы евреи вышли из Египта, физически они должны были духовно полностью порвать взглядами и взглядами и воззрениями Египта. Порвать с их идолами совершенно и не считаться с ними совершенно. Чтобы выйти из Египта физически, они должны были сами внутренне выйти из своих отношений с Египтом. Порвать с этим полностью и не считаться с их идолами совершенно. Только тогда они смогли выйти. Не оставляйте от него до утра. То есть надо было все съесть. Что осталось от него до утра. Бо ищет из рейфов. Зажгите в огне. Так должно было быть в Египте. То есть они должны были есть пасхальную жертву в такой форме, что они со своей стороны готовы к выходу. Когда человек выходил в дорогу, так он опоясывал бедра, он надевал обувь. Так дома многие ходили, по-видимому, без обуви. А так он готов к дороге. А педра опоясаны, обувь на ногах, палка в руке. Вахаутэмэйсэйбэхэхэпозн. Едите его быстро. Песаху адыной. Это Песах. Бо варты вээрэсмитсраэймбагайго азээ. Я пройду в земле Египте в эту ночь. Вейкейсэй побью коуп хэр. Всех первенцев вээрэсмитсраэм. Земли египетские. Мэй одом вэ адбэймэ, а человек и до скота. Увэхол ээээм Мисраэм. Во всех идолах Египта эсээшфотэв я сделаю наказание. Они одино, я бог. кровь будет вам знаком на домах чтобы там я увижу кровь уфасахте аллехам что такое уфасахте есть перевод он говорит уфасахте аллехам я вас пожалею а раша говорит уфасахте я перепрыгну тут дом египтянина тут дом еврея тут еще дом египтянина в этом доме первенец умер в этом умер а в этом в доме еврея в доме этого египтянина первенец умер в доме этого египтянина первенец умер а А в доме еврея первенец остался живым, то есть как бы смерть перепрыгнула через дом еврея, перешла из дома одного египтянина в дом другого египтянина. У вас так далее, перепрыгнула на вас. Не будет у вас эпидемии Ламашис на уничтожение, бакейцы, когда ее ударю, мы расстроим землю египетской. День этот будет вам на память. Будете праздновать праздник перед Богом в ваших поколениях. Вечный завет, что вы это праздновали. Уберите закваску из ваших домов, что такое первый день? Первый день это день накануне Песоха, теперь есть тут написано хамейц и написано сэор, хамейц это тесто, которое заквашено испекли, а сэор заквасками, вот их из ваших домов. Закваска, когда-то была закваска так, оставляли тесто неиспеченным, и оно заквашивалось и становилось таким очень острым. Это сэор. Уберите какую закваску из ваших домов, какую хамейц, потому что каждый, кто ест хамейц, заквашенное, испеченное, заквашенное тесто, в них разу будет отрезано нефеша имя Исрою, та душа от Израиля, когда он ест, мы ем ришейн от Йомашвии, от первого дня и до седьмого. Каждый, кто ест от первого дня и до седьмого, полагается карет. Карет – это одно из страшнейших наказаний в Торе, что душа его отрезается от своего народа. Г observed наказаний — это одно из страшного технического народа. Первый день, Назва Святых, седьмой, Назва Святых, Йоохем будет вам, если вам победит ценность, никакой работы не будет сделано в них, ни в первой, ни в седьмой. Ах, только ашан-и-йохел-хол-нефеш, только может быть съедено каждой души, улевады-йос-эро-хэм, только он будет сделан вам. То есть можно делать в праздник только то, что человек делает работы, которые предназначены для приготовления еды. Варить, жарить, замешивать тесто, испекать, зажигать огонь от огня, это можно. Вообще-то, по закону, можно и резать животное, чтобы в тот же день, скажем, жарить его и есть. Что-то последнее поколение это обычно не делает. Ушмарцем эсаматес, берегите мацот, кибээцэм айимазэ, потому что именно в этот день, Этэйсэээсээээхэм, я выбил вашей армии, мээрэцмитроэм из земли египетской. Ушмарцем сохраняйцэээсэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В общем, в первый месяц 14-го дня месяца, до 21-го дня месяца, до исхода 21-го, то есть от 15-го до 21-го надо есть мацод, значит, надо есть мацод. Можно понять двояко, можно понять просто, что надо действительно, что нельзя есть хамыть, то есть заквашенное тесто, которое испекли, нельзя есть. А есть мнение, что это митцва, не обязательная митцва, но митцва, 7 дней Песаха от 15-го до 21-го есть мацод, не обязательная митцва, обязательно только первую ночь Песаха. 7 дней, это заквашка для эмоций, чтобы не нашлась в ваших домах. Вот в хамейце есть особый запрет Торы. Не только нельзя есть, нельзя оставлять это дома. Потому что каждый, кто есть заквашенное, в них, что будет отрезано, на нефе, шаи, та душа, миадас, исстроил, от общины Израиля, багев, пришельцы, и в израху Орец, и постоянным жителям земли. То есть, кто есть заквашенное, его душа будет отрезана. Коумах Мецес, рейсы, и хейру, каждый заквашенное, не едите, в хейуме швейцейхам, во всех ваших поселениях, таиху, таиху мацыс, едите, мацот. Коумах Мецес, рейсы, и хейуме швейцейхам, во всех старейшин Израиля, во имя, о рейм, сказали, мишху, патините, у хорохам, возьмите вам цаин, цаин это, милки, скотт, или овцы, ликозы, мишху, хейсейхам, по вашим семьям, в шахату, а посах, и режьте пасхальную шарту. Ореках тем агудас изев, возьмите связку изова, такая травинка, некоторые переводят изоб. Утвал тем акуните бадома шабасав, в крови, в посуде, то есть, должны были принять кровь в какой-то посуде, и окуните его, это связка мизов, окуните в кровь, выегатом, дотронетесь в ламашке, в притолоке, вы уште амизузысь, и к двум косякам, минадома шабасав, из крови, которая в косяке, то есть, на каждое, что, на каждое, что мажут, мажут косяк, один раз окунают, мажут косяк, второй раз окунают, мажут притолоку, еще раз окунают, мажут другой косяк. Вы от него и стоите, а вы не выходите, ишми песал бейсей, человеки в входа в свой дом, от бейка до утра. Буавар адино и лин гей фэсмит раим, Бог пройдет, ударит в Египет, беруясь от дома, видит кровь аламашки на косяке, в алшты амизузысь, прошу прощения, аламашки на притолоке, в алшты амизузысь, и на двух косяках. Уфо сахад иной агапесах, Бог перепрыгнет на этот вход, верит на мажки, не даст уничтожающему, лавея оба тэхам прийти в ваши дома, лин гов ударить. И будет вас охранять. Показывает, что вы выполнили этот закон. Ушмарцам сохраняйте садоба разы это. То есть, приносите пасхальную жертву. Но когда приносили пасхальную жертву, брызгали кровь уже на что? На жертвенник. Между прочим, это была очень непростая работа и для всего еврейского народа, и тем более для Коаним. Ведь еврейский народ съезжался в Иерусалим. Все мужчины и многие женщины, и все, которые могли есть от пасхальной жертвы. И Коаним должны были принести от полудня до захода солнца. Вообще-то, обычно приносили даже позднее, там, не какое-то время после полудня. Так они должны были успеть резать, брызгать кровь, вынуть запрещенные жиры, положить на жертву некий. И все это успеть сделать, и положить жарить, все до захода солнца. Ну, жарить можно было и после захода солнца. Но все остальное надо было делать до захода солнца. Брызгать на жертву. Вы, 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 очистить от запрещенных жиров, хыров. Это была непростая работа. Коаним стояли по шеренгам, и один передавал другому посуду, и пока заходили до жертвенника и лили. Шеренги Коаним. Одна шеренга, по одной шеренге передавали посуду с кровью, и брызгали, по другой шеренге передавали обратно пустую посуду. Вы, и будете, скажут вам ваши сыновья, что вам эта работа? Вам Артем скажут, скажете, это жертва Песах, Бопия с Богом, а шерпосах, параши, перепрыгнул. А Бот им не строил на дома сына в Израиле, в Митраем, в Египте. Бенок Пес Митраем, когда ударил Египет, в избротейную цилу, а наши дома спас. Мои кидоом в Иштахову, народ поклонился. Мои ухо, ваянство б не строил, пошли и сделали сыны Израиля, как Бог велел Мешеве Арен, кейн осу, так они и сделали. Ну, почитаем еще несколько предложений. Вагиба хотела его, было в середине ночи. Бог побил всех первенцев земли египетской. От первенца фараона, который должен был сесть на его престол, от Пхейрашми, до первенца плеча, и все первенцы скота. Встал фараон ночью. Он и все его рабы, и весь Египет. Он стал раньше всех и будился. Был великий крик в Египте. Кейн Байс не было дома, аж Эйн Шомейс, в котором не было умершего. Раша говорит, есть умерший, есть первенец, он умирал, а нет, главный в доме считается первенцем. Не было дома, в котором не было умершего. Фараон позвал Моше Аарона ночью, он искал по домам, где Моше Аарон. Ваима сказал ночью, в середине ночи, Ваима сказал, встаньте выходить, из моего народа, и внутри моего народа. Гаматам, и вы, и сыны Израиля, уху идите, и в дуэсад иной, служите Богу, как вы говорили, не как я, гам циха, мелкий скот так же, гам кархам, быки, ху берите, кашады бартам, как вы говорили, вулэй ху идите, уверахтам, гам и си, и благословите меня тоже, принесите за меня жертву. Как Машей ему сказал, ты тоже даст нам жертвы. Ваима сказал, крепилась в Египет, народ, ваимая поторопиться, шалка минорец, выпустить их из страны, кемра, они сказали, потому что они сказали, куоном есть, мы все умираем. Интересно, как написано в кеморе, фараон их не сказал, вечером выходите. А когда они вышли? Они вышли утром и сказали, что мы как воры, разбойники, выходим ночью. Нет? То есть разрешение фараон выйти дал ночью, а евреи вышли утром. Вот тут мы останавливаемся. Да? Фараон был первенец, и он тоже боялся, чтобы он тоже не вошел в этот список, и чтобы он тоже не умер. Потому что первенцы, можно понять, первенец фараона, а можно понять, и фараона тоже. Он боялся, и поэтому он сказал, чтобы быстрее все вышли.